Тверская область 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 в 500 километрах от Москвы. По дороге туда редко можно увидеть встречную машину. И большая часть домов одиноко пустует на бескрайних просторах русской степи. Непривычный для нас городских свежий воздух ненавязчиво бодрит разум. В этом месте буквально теряешь связь с внешним миром. В радиусе нескольких десятков километров совсем не ловит связь. Но несмотря на свою отчужденность, демехи активно живут сельским хозяйством. Жители здесь зарабатывают на жизнь рубкой леса, из дачи металлолома. А еще с радостью помогает гостям, приезжим поисковикам. С 15 лет я пришла в Дом молодежи, трудовые бригады. Егор Николаевич меня после завершения вот этого месяца работы пригласил в Карелию на первый выезд наш. Я согласилась. Мы поехали, и вот буквально через пару дней так уж вышло, что нас отправили на автономку. Это вот вглубь леса. Мы приехали, и там вот была наша первая полевая практика, так назовем. Там огромное количество бойцов. Где-то около сотни мы поднимали. Вот там где-то полторы недели мы жили. Вот. И таким образом я поняла, что мне очень нравится, мне все устраивает, все условия, какие бы тяжелые они ни были. И мы остались. И вот я до сих пор езжу с Востока, ну, занимаюсь эсгумациями в основном и прочей деятельностью. А какие ощущения? Бывает грустно или гордость испытываешь? Ох, ну тут грустно мне не бывает, поскольку со мной всегда рядом товарищи, которые поддержат. Вообще не стоит грустить, потому что это только сильнее загоняет. Вот. В принципе, я стараюсь как-то акцентироваться именно на работе, потому что мне, в первую очередь, очень интересно именно процесс расчистки, процесс поиска именных вещей. И, соответственно, если мы что-то находим, что помогает нам подтвердить личность бойца, и впоследствии еще находятся родственники, естественно, тогда уже я испытываю гордость за всех нас, потому что мы молодцы. А что скажешь именно про раскопки этого сезона? Ну, вот мы приехали, начали довольно бодро. Вот у нас уже это вторая яма за эту неделю, получается. Вот. Прошлый раскоп у нас был там где-то около пяти бойцов. Не около пяти, а пять бойцов. Все в хорошем сохране, потому что там местность располагала. Вот. Мы их подняли. И вот вчера у нас мужчины зацепили вот эту яму, получается. Тут у нас, конечно, с сохранностью останков похуже, потому что местность другая, соответственно, и почва подпортила сохранность. И поэтому тут у нас два бойца, но уже не в таком целом виде, каком они могли бы быть. В одном из домов и расположились участники поисковой экспедиции «Восток». Самый настоящий домик в деревне. Делянка дров, хозяйство, русская печка. От базы несколько километров до точки раскопок. Путь к бывшим местам сражений идет через поле. Просто так туда не добраться, поэтому вся команда садится на специальный вездеход. Когда ступаешь на землю, где проходил последний путь неизвестного солдата, испытываешь невероятные по силе ощущения. Одно, когда вы рассказываете нам о своей работе, а совсем другое – очтиться тут. И все это испытать. Непередаваемое ощущение. Хочется узнать подробнее. Расскажите вообще, с чего началась история вашего поиска. Ну, история поиска вообще в экспедиции «Бельский плацдарм». Мы начнем с того, что экспедиция здесь работает с 2007 года. Она здесь ежегодная, проводится каждую весну с апреля по май. 8 мая ежегодно на воинском мемориале в деревне Демехи проходит торжественное воинское захоронение. То есть все бойцы, найденные с отданием воинских духовных почестей, захораниваются на едином воинском мемориале. История нашего поиска именно в той локации, где мы сейчас находимся, на этом поле, она началась, как мы с вами уже цикл передач записывали, она началась в сентябре прошлого года, 2021-го. Просто тоже со случая. Просто проверялась очередная поступившая информация от местных жителей. И в процессе проверки этой информации нашли первых бойцов и пошло. То есть у нас сентябрь, октябрь, ноябрь. В марте мы выезжали. И вот сейчас мы в апреле на экспедиции тоже тут работаем, тоже отрабатываем и поднимаем очередных солдат. Поиск начинается по-разному. Есть два основных метода. Архив-полеархив и полеархив. Это целый комплекс работ. Изучение документов, боевых донесений, опрос местных жителей. Но сейчас это практически не используется, так как становится все меньше людей, которые застали войну. Огромную роль во время поиска играет личный опыт. Поиск металлоискателям, верховым, глубинным, щупы. Как бы личный опыт, личная чуйка какая-то такая. То есть на что ты обращаешь внимание, там провал. Опять же, найдя одиночный осколок и найдя, грубо говоря, котелок. То есть ты, естественно, больше времени посвятишь, где ты нашел котелок, будешь расширяться, искать владельца. Потому что вещи просто так тоже не появились на этом месте. И нужно понимать, либо они здесь вместе с владельцем, либо просто как какая-то потеряшка или еще что-то. Если в паре слов, у экспедиции, которая сейчас проходит, сколько уже обнаружено бойцов, какая работа проведена? Я скажу так. Вот у нас с мая 2021 года, с прошлого, по сегодняшний день было, когда мы сюда приехали 21 числа, 91 боец во временном хранилище. Сейчас у нас, вот сейчас двое, вот этот вот раскоп. Вчера у нас было пятеро поднято с другого места, позавчера один. И до этого, то есть ребята с нами параллельно поднимали тоже, где мы заезжали на поле, там один, еще двое. И сейчас тоже у наших товарищей идет с другой стороны поле, это уже подъем. Там сколько, я не могу сказать. Во время предыдущего поиска удалось установить имя бойца Гомзина Ивана Васильевича и найти его родственников. 8 мая он будет достойно захоронен со всеми воинскими и духовными почестями. 188 поисковиков из пяти субъектов Российской Федерации собрались в этом году на берегу озера Красногородское для почетной работы по увековечению памяти погибших защитников Отечества. Благодаря разведке, проведенной поисковым отрядом «Восток», набиты места подъема останков наших дедов и прадедов. Нахожу себя впервые и, конечно, очень, наверное, эмоции сильно переполняют, потому что все-таки прикоснуться, наверное, к истории – это большая честь. И видя то, что сейчас творится в мире, как подменяются понятия, как возрождается нацизм, мы сегодня находимся в месте, где наша советская армия обороняла рубежи нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы как раз присутствовали при поднятии двух тел, скажем так, все, что от них осталось, которых в настоящий момент не опознанно. Я так понимаю, что не нашли ни медальонов, ничего, то есть опознать их не представляется возможным. Это очень нужная, наверное, работа, которой занимаются наши поисковики города Эльтрогорска, именно Егор Черналов и его поисковый отряд «Восток», возвращает, наверное, забытым героям имена. Я вот знаю, что одного с осенней экспедиции они все-таки нашли родственников и будут перезахоранивать их здесь уже 8 мая, и сюда приедут родственники, правнуки наших героев, которые погибли, защищая нашу Родину. Состоявшаяся весенняя вахта памяти стала и самой массовой за последние несколько лет. Они будут возвращаться сюда снова и снова. И, может быть, скоро еще в одной семье произойдет чудо, и их родственник вернется домой. Мария Юстинова, Анна Вязгина, ТВЛ